я хочу обратиться к молодежи республики смотрите ребята во первых самое очевидное когда если кто-то вас начинает вербовать смотрите как происходит вербовка никто с первых секунд появление вас каких-то группах чатах никто не будет вас прям прям сходу вот так вот в лицо вам вываливать какие-то значит планы по нападению на сотрудников и прочие вещи никто вопросы от еды там аллах вознесся на трон как вознес и так далее когда он начали задавать вопросы создание шахида мне задавал эти вопросы я создавал меня чувак я не настолько разбираюсь религия вот люди на ваша меня слушаю я и он мой устас он мой имам понимаете у нас очередной воскресный эфир и начнем мы его с печальных событий 15 февраля этого года на территории а чай марта на ского района вблизи села новый шарой новая чай прошу прощения произошло убийство трех молодых людей нам об этом сообщили в тот же вечер 15 февраля и практически все в этой истории было очень подозрительно не новый чай старый чай прошу прощения и почему эта ситуация отличалась от обычных так называемых спецопераций кадыровского кадыровской полиции отличалось это тем что была полная тишина обычно когда нет нечто подобное происходит особенно когда на территории республики кто-то оказывает сопротивление то есть люди люди с оружием в руках допустим где-то в квартире забаррикадировались или там что-то они к на кого-то напали убили или сколько было подобных случаях она в районе площади трех дуракова допустим был убит этот полицейский когда на него напали с ножом то есть нечто подобное когда происходит всегда бывает какой-то старт сопроводительный шум в этой истории всегда бывает какая-то неразбериха параллельно идут какие-то разные вбросы очень быстро пытаются там прокомментировать эту ситуацию различные кадыровские приближенные кадыру люди пропаганды нам и так далее а здесь просто показывают три фотографии трех мертвых молодых людей говорят что они якобы с оружием руках там что-то попытались на кого-то напасть на кого-то сотрудника полиции он якобы получил ранение ответным огнем они были уничтожены на значит предложение сдаться они открыли огонь и были уничтожены естественно это сразу же вызвало подозрение так как даже когда даже когда человек с оружием в руках будь то с ножом или там с огнестрельным оружием действительно нападает на какого-нибудь представителя кадыровской полиции даже в этой ситуации в большинстве случаев оказывается что сами же кадыровские всякие там цепешные и прочие вербовщики под видом каких-то там супер муджаидов этих людей надоумели на подобное то есть оказывается что это в любом случае бывает какая-то кадыровская спецоперация даже даже в такой ситуации а здесь указание на то что это спектакль просто прям сходу они были естественно не не стану не стал я я торопиться подождал пока они во-первых огласят официальную версию которых личности убитых расскажет что они и на следующий точнее в этот же вечер когда нам сообщил что еще два человека якобы задержаны и они дают признательные показания что разумеется означает что там они подвигаются жестоким пыткам и вот наконец-таки вчера 17 то есть два дня нужно было этой власти и и пропаганде для того чтобы подготовить репортаж официальную версию все складно проверить нет ли там каких-то упущений не прикопаемся ли мы чему-либо и в итоге они выдали материал материал достаточно объемный поэтому и здесь его демонстрировать не будем но этот репортаж на чагатарка грязный лишь доказал что убийство этих трех молодых людей является казнью и спектакль а значит были названы имена погибших это чингисхан исаев яхья эль-мурзаев и сададаев и двое задержанных эльдар эль-мурзаев мусамурада все пятеро являются жителями отчего мартановского района то есть местными жителями и вот что самое интересное даже вот это вот привычная кадыровская обвинение любой любой постановочной казни в любом спектакле которые обычно играли играл кадыров и его пропаганда там всегда бывало какая-то было какое-то обвинение в причастности этих людей убитых или задержанных к признанным международным террористическим организациям либо хотя бы там признанным в россии экстремистскими и террористическими там организациям либо было как минимум обвинение в том что они напали что они что-то там готовили и так далее здесь же смотрите даже самая пропаганда ни слова не говорит о том что эти ребята причастны имеют отношение каким-либо террористическим группировкам не международным там не внутри российским нет ни слова о конкретном о конкретном преступлении даже с точки зрения российского законодательства то есть нам говорят и предлагают поверить на слово что было сообщение о том что нет якобы каком-то доме на окраине села хотя посмотрев этот репортаж вы поймете что это никакая не окраина даже села это это скорее окраина леса то есть это настолько понимаете выбран дом я даже не удивлюсь если вы специально для этого там построили но не суть выбран дом который находится вообще далеко от линии населенного пункта он находится прямо на краю леса это недостроенный дом него только вот под крышу его значит сделай построили крышу все там нет никакого ремонта никаких окон ничего просто стоит каркас и нам говорят что якобы пришло сообщение о том что в этом кто-то из местных жителей увидел что там какие-то молодые люди ему это показалось подозрительным он позвонил в полицейский участок те прислали группу из пяти или шести там непонятно вот этот чувак который рассказывает как все было он по его словам там их сначала было пятеро но потом их оказывается 6 ладно тоже не суть не будем придираться к этим деталям значит группа патрульно-постовой вот этой службы при приезжая якобы для того чтобы проверить что там происходит они как только они приближаются к этому дому в отношении в их сторону открывается огонь и они ответным огнем убивают всех троих по рассказу этого же чувака дал царь его фамилия то якобы командирует этой небольшой группы он говорит что в них бросали гранаты один там попытался что-то убежать выбежал на 4 ответным огнем они все там профессионально были убиты потому что они мол там тренировки постоянно делают они подготовлены такой теме окей и так если в сухом остатке посмотреть чисто из фактов что мы что мы имеем мы имеем три тела с признаками насильственной смерти огнестрельного огнестрельные ранения и нет ни нам не показали не оружие которое было у этих людей не показали ни одного факта того что они открывали вообще огонь что они оказывали какое-то сопротивление у нас есть информация о том что эти люди были задержаны заблаговременно до их смерти у нас нет убедительных фактов что даже само это убийство произошло на 15 февраля я когда жил дома я неоднократно становился таким не не свидетелем когда ты своими глазами видишь но ты знаешь что допустим каких-то людей похищают и ты знаешь что уже на протяжении недели они находятся там где-то какой-то квартире и и подвергаются жестким пыткам потом ты узнаешь что это роботы где они содержались они сыграли спектакль где-то там на катаями или где-то еще в каком-то дом какой-то дом привезли этих людей сыграли спектакль что якобы вот здесь они были задержаны и потом их судят либо же их там убивают и говорят что вот там они якобы оказали сопротивление вот это вот такая типичная история когда людей задержали какое-то время их там подержали подвергали пыткам и затем просто казнили понятно что это было явно показательная казнь и теперь здесь вопрос а в чем же на самом деле вина этих ребят за что они просто но мы конечно мы можем предположить что просто первых встречных проезжая там по улице очкой маркана просто пятерых встреч на взяли посадили машину отвезли и про их из них казнили а двоих хотят посадить на длительные сроки но вряд ли на подобное происходит скорее всего что-то все-таки им инкриминировалось со стороны коллеговской власти чем-то они привлекли к себе внимание что-то послужило причиной того чтобы их похитили а вот уже дальнейшее то то что их заставили признать признать кстати заставили вот этих двух задержанных вот этот один эльдар эльмурзаев и муса мурад их обоих заставляют в этом репортаже говорить о том что они якобы там что-то хотели о чем-то говорили какие-то там планы строили но в чем суть обвинения а ведь суть обвинения в том что они значит не считали сотрудников кадыровской полиции мусульманами и якобы те трое убитые они постоянно говорили что нужно совершать совершить на не какое-то нападение нужно их значит убить этих сотрудников полиции так как они не являются мусульманами то есть весь этот репортаж построен вокруг вот этой вот истории ему этим дом задержанным задают такие наводящие вопросы чтобы они давали ответы и они дают те ответы которые нужны спрашивающим то есть вина этих ребят в том что они не считали кадыровских полицейских мусульманами читали их вероотступниками муртанами и я вполне себе допускаю что подобное может быть потому что это не является преступлением даже с точки зрения российского законодательства за это нельзя человека привлечь к уголовной ответственности там и даже к административной человек может читать так как ему нравится не на них не хочет он читать их мусульманами не считают мусульманами его право то есть российское законодательство его не ограничивает вопросов кого считать мусульманином кого считает христианином и так далее но мы-то понимаем насколько это болезненно для кадырова его этих полицейских его окружения его власти насколько это для них тяжкая заслуживающая смертной казни преступления но нельзя открыто взять вот этого человека задержать расстрелять и сказать я его убил за то что он не считал нас мусульманами поэтому нужно нормальную такую легенду версию более реальную придумать вот почему вот почему этих ребят заставляют говорить что они якобы там что-то планировали что там пытались на кого-то думали точнее что они кого-то там будут убивать об этом шли разговоры не то есть там в этом в этом допросе даже нет конкретного то есть вы понимаете что допустим если кто-то просто желает смерти кому-то это не является преступлением с точки зрения вообще по моему ни одного ни одной правовой системы этого мира нигде тебя за это не осудит если ты даже если даже целой нации целому народу ты будешь желать смерти тебя за это никто не осудит это не является преступлением преступлением является если ты конкретно уже запланировал и намеревался совершить какое-то преступление понимаете в этом репортаже нет вот этого состава преступления там даже эти ребята отвечают что они говорили об этом что они постоянно говорили о том что они не мусульмане их там нужно убивать даже если были даже если бы это была правдой все равно это не является преступлением преступления если они бы сели и один из них например построил бы как incarcerated планов пусть я бы сказал бы мы такого это числа такое-то время возьмем там вооружен себя значит вот таким то вот оружием ты пойдешь с этой стороны я с этой, там будет вот он стоять, мы значит на него отсюда нападем. Вот эта вот планировка преступления являлась бы уголовно наказуемым. Но само по себе желание смерти Кадырову, его окружению, всем его полицейским не является преступлением, понимаете, с точки зрения юриспруденции. Но это тяжкое и очень тяжкое преступление в Кадыровской системе, в его сознании. Просто не считание его мусульманином, для него это огромное преступление, потому что он, смотрите, у меня, как-то я помню, был разговор с одним очень умным человеком, я тогда был маленький. И было произнесено одно нецензурное оскорбление в отношении одного человека. И он тогда сказал, что это не является оскорблением. То есть то, что было сказано в отношении него, хоть это и нецензурная брань, это не является оскорблением, потому что это присуще к этому человеку, по его качествам. Но хоть это и не является оскорблением, но его это ранит, даже если ты, даже если бы это было бы не нецензурное выражение, но если это соответствует его качествам, и он постоянно об этом думает, он знает, что это соответствует его качествам. Если ты ему это скажешь, то его это ранит, хоть это и не будет нецензурным выражением. Я, по-моему, неправильно ранее высказался. То есть это будет для него оскорблением, но это не будет нецензурным высказыванием. Как, например, назвать человека собакой женского рода, не совсем цензурное высказывание. Однако, если это соответствует его поведению, этого человека, если ты его назовешь таковым, это не будет нецензурным высказыванием. Но это будет оскорблением для него, потому что он знает, что это соответствует его качествам. И вот у Кадырова, он понимает, что он предатель, он понимает, что он муртад, он понимает, что он не мусульманин, он знает это. Именно поэтому этот комплекс его гложет постоянно. И он постоянно пытается какие-то там награды придумать, хранитель Корана, служитель ислама, чего-то там чего-то. Все, что связано с исламом, и джазы какие-то там, каких-то религиозных шейхов там каких-то привезет, что-то. То есть, вокруг вот этого тема его очень сильно гложет, потому что он знает, что все те действия, которые были им сделаны, они его давно уже вывели из ислама. Он вылетел как стрела, он это понимает, и вряд ли он уже обратно туда вернется. Ну, это знание у Аллаха, мы этого не знаем, вообще я имею в виду, это чисто мой прогноз, короче, не обращайте на это внимания. Так вот, для него это очень серьезное оскорбление, и поэтому, когда кто-то говорит о том, что они не являются мусульманами, о том, что они являются предателями, они, зная, что они предатели, зная, что они не мусульмане, это их очень сильно оскорбляет. Поэтому даже разговоры этих ребят, если они были, я это не утверждаю, но если они были, это их, конечно, очень сильно оскорбило, и это явилось той самой непростительной виной этих ребят, за что их нужно было казнить, а этих двух задержанных их, конечно же, осудят и отправят на большие сроки. Но на самом деле мы с вами должны зафиксировать то, что эти ребята никакого закона российского не нарушили. Если даже они реально были в этом доме, то это не нарушение российского закона. Если же они говорят, что они открыли какой-то огонь по этим сотрудникам, они должны были показать хоть какое-то доказательство того, что это было сделано. Они этого не сделали, никаких доказательств не предъявили. Как, например, в случаях с убийством сотрудника Катыровского рядом с этой дружбой, площадь дружбы народов, известной более как «Три дурака». Там понятно, что конкретно напал ножом, убил, то есть здесь нет вопросов. Но здесь нам показывают сотрудника, который якобы ранен. Как проверить эту информацию? Как узнать, что он именно там ранен? Вообще ранен ли он? Как нам узнать, что он ранен не в так называемое СВО, например? Как вообще понять, что он в принципе, может, он тоже играет там эту роль, понимаете? Нам ничего доказывающего, даже факт их какого-то там нападения, какого-то умысла с их стороны нам его не показали. А кадыровская полиция, кадыровская пропаганда, как мы знаем, никакого доверия не заслуживает. Поэтому то, что произошло, конечно, является типичной казнью ни в чем не повинных ребят, которым нельзя приписать даже никаких убеждений, которые могли бы их связать с какими-нибудь террористическими группировками или организациями. Как вы знаете, само не считание кадыровцев мусульманами тебя никаким организациям не приписывает. Это чисто твои религиозные взгляды, убеждения, на которые ты имеешь полное право. Никто тебя не может ограничить с точки зрения российского законодательства. Да помилует Всевышний Аллах этих погибших ребят и дарует терпение и стойкости их родным и близким. И да укрепит Аллах этих молодых ребят, которых показательно решили унизить, показали их в таком виде. Понятно, что они там несколько дней над ними издевались. В глазах этих двух молодых ребят виден тот ужас, который они пережили за вот эти несколько дней, проведенных в кадыровском плену. Всю ту тяжесть пыток, которые были применены в отношении, это у них на лицах, на их глазах, это видно, понимаете. И смотрите, я же тоже был у них в руках, я знаю, как это работает, как они тебя заставляют сказать то, что им нужно. Когда есть что-то, за что они могут зацепиться в твоих убеждениях, в твоем поведении, вот что-то, за что они могут зацепиться. Они за это цепляются и дальше уже ведут тебя к тому, что им нужно. Как пример, допустим, этих ребят, они зацепились за то, что они имели убеждения, религиозные какие-то убеждения, что, допустим, эти кадыровцы не являются мусульманами, или же просто, например, они с точки зрения ислама поступили неправильно даже, выскажемся вот так. Они за это зацепились и дальше, ага, ну если бы имели такие убеждения, значит вы желали нам смерти, да, вы хотели, а вы, хорошо, они говорят, мы не желали вам смерти, но вы хотели бы, чтобы мы, значит, ушли, допустим, из власти. Ну, да, мы этого хотели. А значит, вы были бы не против, если бы нас убили. Понимаете, вот тебя такими вот приемами тебя выводят, заставляют говорить то, что ты хочешь. Находясь в плену, ты очень быстро понимаешь, как с ними нужно разговаривать, какие ответы их раздражают. Ты не можешь говорить, тебе задают вопрос, ты, допустим, один раз отрицательно отвечаешь, и ты видишь раздражение с его стороны, а в их случае там, наверное, сразу удар током или дубинкой, или еще что-то там похуже, и они понимают, что ага, значит, так я не могу отвечать, они могут говорить нет. Ты начинаешь угождать, лишь бы тебя не ударили, не пытали, ты начинаешь отвечать, давать те ответы, которые им нужны, и в итоге тебя с тобой снимают вот такие вот постановочные гепартажи, и видно, что эти молодые ребята, они абсолютно не готовы к таким испытаниям. Да укрепит их Всевышний Аллах, мне тяжело представить, что с ними происходило в эти дни. Однако я хочу напомнить всем этим преступникам, которые во всей этой теме участвовали, и я видел, что многие, ну практически все, кто в этом репортаже были задействованы, там все их имена, все указано. Имейте в виду, что вы, то преступление, которое вы совершили, оно останется в истории, вам его не простят. Вы же знаете, что придут года, придет время, и вне зависимости от того, будем мы в то время или не будем, но ответственность за совершенные преступления понести придется, так как вас, вас не забудут, вас сами, сама же кадыровская пропаганда вас показала, увековечила вас в истории, поэтому ответить за это все вам, конечно же, придется. Я хочу обратиться к молодежи республики. Смотрите, ребята, во-первых, самое очевидное, когда если кто-то вас начинает вербовать, смотрите, как происходит вербовка. Никто с первых секунд появления вас в каких-то группах, чатах, никто не будет вас прям сходу вот так вот в лицо вам вываливать какие-то, значит, планы по нападению на сотрудников и прочие вещи, никто. Вот этот вот сидящий в каком-нибудь кабинете ЦП или ФСБ оперативник, который типа, знаете, он такой ахи в этой группе, в этом канале, или даже где-нибудь, я не знаю, если даже вы слышите его голос, вы не торопитесь обманываться такими людьми. Запомните, они сначала начнутся разговоры о религии, о каких-то, знаете, вот общих каких-то темах, когда вам будут сначала просто объяснять, что, значит, это то, что они сделали, там, это, ну, является вероотступничеством, там, и так далее. То есть вещи, по сути, правильные вам будут говорить, но постепенно, постепенно риторика будет постепенно, значит, ужесточаться, радикализироваться, и в разговорах уже начнут проявляться какие-то конкретные детали, планировки, нападений, допустим, либо какие-то указания на то, что вам нужно, значит, создавать какие-то жама-аты, находясь дома, понимаете, создавать жама-аты, объединяться, что-то там, значит, планировать. Вам будут открыто говорить, что вы должны, значит, один раз в неделю собираться где-то и, значит, общаться, планировать, вы должны постоянно готовиться, потому что мусульмане должны готовиться, вам будут приводить там аят, что, значит, подготовьте против них силы и конницы, сколько сможете, понимаете. И вот это вот, потом, после того, как вы само, даже вот это действие по сбору, в один из дней, в неделю вы будете собираться и что-то там обсуждать и планировать, уже этого будет достаточно для того, чтобы обвинить вас в том, что вы являетесь организованной группой, которая планировала какие-то нападения. И вот самое неприятное во всем этом, что тот, кто это все замутит, вполне может оказаться каким-нибудь сотрудником ЦП или ФСБ. И он просто на вас сделает результат, и за то, что он это сделал, он получит очередную награду. Второй момент. Это, может быть, и не будет сотрудник ЦП или ФСБ. Может быть, это будет реально какой-нибудь, знаете, сидящий за границей чувак, может быть, с какими-то действительно заслугами, может, даже воевал когда-то там у нас, муджай такой бывший, знаете. Но сейчас он находится за пределами России и Чечни. Сидя здесь, он начинает какие-то вот проводить, проявляет вот такую вот инициативу и хочет вашими руками что-то там в республике поменять. Вот самым-самой лучшей защитой от подобного является то, чтобы вы понимали, никто, кроме вас, самих живущих в республике, лучше вас ситуацию не знает. Запомните этот момент. Потому что даже эти ЦПшники, эти ФСБшники, они ведь тоже всегда говорят, что они где-то здесь сидят за границей, либо там в Сирии, где-то в Афганистане, я не знаю где они, в Йемене. Сидят и типа вот они не могут вернуться, но, значит, если бы они могли, они сто процентов бы вернулись, но они не могут, поэтому вы там должны подготовить почву для того, чтобы все, значит, доблестные воины, находящиеся за пределами, могли вернуться. Именно так пишет вам этот сотрудник ЦП, сидящий где-то в кабинете у себя в МВД, там, или ФСБ, понимаете? Но даже если представить, что действительно это какой-то человек, который сидит за пределами, вам защитой от того и от этого является сказать, так, знаешь что, чувак, мы, когда мы здесь увидим возможность менять, мы поменяем, а тебе мы скажем, помоги, чем можешь. Это мы, находящиеся за пределами, должны помогать вам, запомните это, не вы нам, не мы управляем вами, вы управляете нами, мы помощники, вы локомотивы. И всегда было так, никогда, когда у нас в лесах были муджаиды, ими не управляли из-за границы, помните это. Они, муджаиды, управляли теми, кто за границей. Они давали указания, чтобы вели информационную деятельность, или там какая-то финансовая поддержка, формы там военные, если нужны и так далее. Они говорили, но не было так, чтобы отсюда им указывали, сколько раз там им собираться, в каких квартирах, сколько раз, неделю, что им обсуждать, понимаете? Этот момент надо всегда помнить, что вы, вы хозяева ситуации, не мы. Мы поможем, когда вы что-то сможете там, находясь в республике, и реально будет сила, и будет возможность для освобождения, мы будем помощниками. Те, кто смог, те, кто смогут вернуться, вернуться будут помогать, то не может вернуться, может оказывать помощь извне, пусть оказывает помощь извне. Но не здесь сидят амиры, помните это. Амиры, там вы амиры, вы управляете, мы помогаем. Если у вас будет вот такой вот подход, то вас никто не сможет обмануть, сделать на вас результат. Когда я был дома, я понимал, что никто лучше меня не знает из-за границы ситуацию дома. Никто не мог мне рассказывать, как я должен вести себя там с представителями власти, здороваться мне с ними или нет, как мне вести себя с родственниками своими, которые служат этой власти, как мне шифроваться с ними, понимаете? Никто извне не может это нам рассказать, рассказать тем, кто находится в республике. Потому что мы там не находимся. Даже я, уехавший в 15-м году, уже почти 10 лет я там не нахожусь. Я не могу знать лучше вас положение. Я не могу вам рассказывать, как вам себя вести, понимаете? Вы должны мне рассказывать. Вы должны мне объяснять, какова там ситуация. А не я вам. Я должен быть вам, для вас помощником. Я должен здесь озвучивать то, что вас беспокоит. Ваши проблемы, я их лишь озвучиваю здесь. Но не я тот человек, который знает, как эти проблемы решать. Знаете вы. Я лишь помогаю, понимаете? Поэтому вот такая вот позиция, она защитит вас от вот этих всевозможных вербовщиков, цепешников и прочих. Или просто недалеких людей, которые реально думают, что они могут быть сидя за границей, соберут там жамаат в республике и все там поменяют. Такого, ребята, не будет. Поэтому берегите себя. Вы очень важны и нужны. Вашей жизни они бесценны. Поэтому берегите себя, своей жизни. Сшифруйтесь так, как надо. Не считаете вы этих кадыровцев мусульманами? Знаете, где вы об этом можете говорить, где нет. Мы понимаем, что я тоже жил. И я не носил в себе, не таил, понимаете, свои убеждения. Мое окружение, моя семья, мои друзья, даже люди не очень близкие, и даже люди, непосредственно связанные с этим режимом, знали мои убеждения. С многими мы на эти темы спорили. Однако были те, с кем нельзя было об этом говорить. Всегда оставлялось какое-то место для того, чтобы в случае чего можно было это как-то переиграть. Даже оказавшись в руках у них, я шифрунулся. Когда мне задали прямые вопросы касательно Ахрида, я сделал вид, что я не так сильно разбираюсь в этом. Потому что я понимал, что с ними спорить, там, вопросы Ахрида, это абсолютно, я ничего им не докажу. Я поставил для себя некую черту, за которую я не перейду. И для меня этой чертой были вопросы Куфра Ширка, многобожия. Я сказал себе, что бы там ни было, я не буду говорить неправду в отношении Куфра. Я не скажу, что можно поклоняться устазам, что я поклоняюсь этим устазам, что я к ним взываю. Вот этот момент для меня был красной чертой. Но вопросы Ахиды, там, Аллах вознесся на трон, как он вознесся и так далее, когда он начал задавать вопросы, я сказал, не, не, шахида мне задавать вопросы, я сказал, не, 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 чувак, я не настолько разбираюсь в религии, я вот Леудинова Шамиля слушаю, он мой устаз, он мой иман, понимаете, я на него сослался. Все это было ложью. Конечно же, я уже имел твердые убеждения и в Ахиде, и, конечно, я прекрасно понимал, ты такой Шамиля Леудиновый, и, конечно, я его не слушал. Но это была такая хитрость, к которой я прибег, поэтому вы знаете, вот эти вот, у каждого из вас тоже есть свои там красные линии для себя выстроенные, и не мы отсюда должны вам эти красные линии делать, понимаете, каждый там находясь, я знал, в моем окружении были братья, которые стригли бороды, имея убеждение, что нельзя этого делать, что нельзя носить, они стригли бороды. Были те, кто носили эти фески, зигзаги, зигзаги удачи, делали вид, что они там на каких-то суфийских волнах. Были те, кто говорили, что они из Набшу Бандия, хотя они были, не были на убеждениях суфийских, были на убеждениях Аль-Асунного Аль-Джамаа, понимаете, у каждого своя вот эта вот черта, каждый по-своему шифруется. Поэтому делайте все возможное для того, чтобы сохранить свои жизни, сохранить свой иман, свои убеждения, чтобы воспитать свои семьи на правильных религиозных убеждениях. Делайте для этого все возможное, а не для того, чтобы привлечь к себе внимание, оказаться в их плену и быть убитыми. И чтобы потом какой-нибудь там цепешный ублюдок очередное звание получил нам или награду. Аль-Ардаревшу, аль-Ардаревшу, аль-Ардаревшу.